И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я вас поздравляю, вы находитесь на канале Академии Телесно-Ориентированных Практиков. И перед вами Олег Алавгудвин, я ведущий. И сегодня хочу вам представить уникальную технику, как можно еще поработать с телом человека. Честно говоря, сразу скажу, что может быть это не каждому будет как бы приятно, потому что это кровопускание, это работа с кровью. Процедура называется хиджама, и вам ее представит уникальный специалист. Это Динара Каримовна. Прошу любить и жаловать, а сейчас она поподробнее сама о себе расскажет. Пожалуйста, Динара, говори. Здравствуйте, Олег, здравствуйте все, кто меня слушает. Всем привет. Я Динара Каримовна, практикующий костоправ-массажист. Живу и работаю в Афинах. Мои предки в четырех поколениях занимались хиджамой. Эту традицию по наследству практикую и я. Я вас познакомлю сегодня вот с такой чудо-банкой, которая нам помощница в этой процедуре. Именно она при помощи вакуума вытягивает всю застойную кровь, так как наша кровь должна очищаться, ошеласчиваться. Кровь участвует в теморегуляции, регулирует водно-солевой баланс. Это один из главных элементов человеческого организма. Она участвует во многих процессах, таких как транспортировка кислорода, клетки, транспортировка различных гормонов и питательных веществ. Добавлю немножко. Это как бы кровь нас самолечит. Получается, эта процедура, как и некоторый ряд из таких процедур, которые относятся к ауто-гемотерапии. То есть сам себя кровью человек излечивает, если дословно перевести. Правильно. Я знаю на Востоке, это из ислама к нам пришла. Но сейчас в современном мире используется повсеместно, независимо от религиозной конфессии, страны, национальности. То есть в принципе ее любой может использовать. Я думаю, тут запретов каких-нибудь религиозных не будет на применение такой процедуры. Вы знаете, нет, Олег, потому что когда я привезла сюда эту хиджаму в Грецию, ко мне стали приходить люди. А, да-да, я знаю, что Динара, она сейчас вещает у нас из Греции, из города Афина, да? Да. Привет, Афина. Здравствуйте. Ясас. Хочу вам рассказать, что когда я привезла эту панацею, приходили люди и мне говорили, вы знаете, мне делала когда-то прадедушка, мне делала прабабушка, и показывали мне шрамы. Но они, естественно, от ножа, обыкновенного ножа, им делали вот ту же самую терапию. И я, значит, заинтересовалась, и я узнала, что отец медицины, великий Гиппократ, тоже применял эту практику. А, еще все же там. И ей пользовались, могли пользоваться только самые богатые люди и знаменитости Греции. Интересно, а почему же бедные не пользовались? Они и так сражались там в боях, да, гладиаторы были, они и так постоянно резались. И, кстати, то есть порезы, они хороши тем, что кровь обновляется, и организм как бы обмолаживается, да? Я понимаю, в этом смысл. Конечно, ощелачивается кровь, выходят все склеенные эритроциты, тромбы, которые нам, наши крови делают застой, и из-за этого застоя потом, получается, выходят такие болезни, как инсульт, инфаркт. То есть, это, конечно, скромно нужно соотновляться. Я вот даже покажу, вы говорите, как панацея, да? Я вот нашел такой вот перечень, видно на экране, да? Да, да. В чем польза вот этой хиджамы? Само слово, как вы говорите, переводится? Альхашин с арабского языка, это всасывание. Всасывание, да? Вот, от туберкулеза легких, кожные заболевания, воспаление мышц, сахарный диабет, недержание мочи, простатит, ипотенция даже, ой, не ожидал я, бесплодие, проблемы месячных, ничего себе, маточное кровотечение, пониженное повышенное давление. Все правильно я читаю, да? Конечно. ЖКТ, язва 12-перстной кишки, нарушение в рабочей печени, желчного пузыря, геморрой, боли в сердце, но это коротко. Ревматизм, артрит, артроз, паралич, воспаление глаз, слезливость, плохой слух, насморк, геморрит, судороги, зубные боли, боли в спине, слабоумие даже лечит, ничего себе. Ухудшение памяти, вообще неожиданно. То есть, на нервную систему тоже влияет, да? Нервная расстройка, депрессию даже убирает, и заикание, ух ты, заикание и трудности в разговоре. Ну, так это действительно практически всем надо, да, получается? Можно добавлю, Олег, и профилактику раковых заболеваний. Ой, даже раковые заболевания, да? Да. Обалдеть. Так... Ну, и как идет процесс? Ну, вы говорите, банк ставится, то есть делаются маленькие надрезики, да? Это надрезики. Она высасывает, помогает высасывать все, да? Ну, конечно, все должно быть очень стерильно. У каждого должен быть свой комплект индивидуальный, либо для одноразового пользования. Банночка устанавливается на определенную точку. Вакуумом, пистолетом мы втягиваем в баночку. Пистолет где-то у меня был. Потом на это место, когда остается маленькая гематома, мы протираем спиртом, то есть все это стерилизуем, и, конечно, естественно, нарезаем маленькими надрезами. Потом устанавливаем опять баночку, опять ждем пока кровь выйдет. Когда кровь перестает уже вытекать, мы снимаем аккуратненько баночку. Это я все покажу в будущем. И опять... Я хочу... I'm sorry, чуть-чуть перебью. Да, мы пригласим обязательно Динару Каримовну к нам сюда, чтобы провести вот эту обучающую методику. научить нас с вами, дорогие дамы, господа, друзья, этой уникальной процедуре. Как говорится, от клиентов не будет отбоя, да? Вы так гарантируете? Конечно, конечно, Олег. Сразу спасибо. Вы не представляете, насколько это эффективная терапия. Вы знаете, у меня мальчики греки со спецназа, они умоляют, Дина Каримовна, пожалуйста, поставьте нам хиджаму. Поставьте. Они уже научились даже это слово произносить. Они все, Дина, пожалуйста, поставьте мне хиджаму. Я просто в восторге сама от этой терапии. Не существует, наверное, чего-то лучшего. Не существует. Это дар. Дар. Я где-то слышал, что хиджама заменяет очень много лекарств, что просто люди уходят от лекарственной терапии, да? А как мы занимаем лекарства химические, влияют на печень и вообще на весь организм? И хиджама – это вполне естественный такой способ, да? Очень, очень действенный. Естественно, когда обновляются клетки, когда обновляется кровь, обновляются клетки, лимфа, лимфа течет, тоже обновляется, очищается. Естественно, что говорить, сравнить, если сегодня просто обыкновенного человека 40 лет и 20 лет. 20 лет какая кровь, как мы говорим, кровь кипит. Вот я вам говорю, кровь кипит – это когда мы обновляем кровь, у человека она кипит. Вы представляете, на второй раз, на второй сеанс ко мне приходят, и я уже вижу, что у них кровь кипит. Как это кипит? Вот кипит, прям банка кипит. И я говорю, ну надо же, вот он, ну я-то это знала, ну просто показываю им, они говорят, сами люди, я заразила уже здесь столь, половину греции, наверное, это хиджама, вы не представляете. Обновляется кровь и пузырится, новая свежая кровь, молодая, да? Да, и вот именно вот этот термин, что говорим, кровь кипит, как у молодого, вот так же кипит она на второй, на третий сеанс. Конечно, если у человека есть какое-то хроническое заболевание, естественно, мы не можем сейчас так говорить, там нужно пройти определенный курс процедур. Но вот именно у такого более здорового человека кровь на второй сеанс кипит. Это просто, это... Омолаживается человек лет на 20, да? Омолаживается, вы знаете, омолаживается. Ко мне едут люди с Ирландии, с Германии. Дина, пожалуйста, сделайте нам хиджаму, потому что они на второй день, даже было такое, что они на второй день улетали к себе на родину. И потом говорят, Дина, мы так уже себя лет 20 не чувствуем, не чувствовали. То есть это выглядит страшно, а на самом деле люди прям тянутся и просят, сделай, сделай мне, да? Это не страшно, это не страшно. Страшно, это когда болеет человек. Что, что страшно? Когда болеет человек. А это не страшно. Конечно, оно выглядит страшно, потому что многие есть, которые и не специалисты, и заходят чуть-чуть глубоко. А наш принцип, кровь застойную вытащить именно с артерии, с капилляров, понимаете, а не с вен. Поэтому люди, ну, боятся, конечно, есть, конечно, такие, которые прорезают глубоко, которые категорически нельзя это делать. Ну, то есть уходит вся вот эта черная кровь, да, такая густая, со шлаками вся. Черная кровь, склеящиеся эритроциты, остатки мертвых эритроцитов и тромбы. Тромбы даже. Вот, я показал, что вытащили, тут прям какая-то вот такая, видите, набалдашник, шайва такая. Это что это, кровь запеклась тогда, эритроцитов? Нет, это не запеклась, это она свернула, не свернула, это склеющиеся эритроциты, когда они выходят на поверхность с тел, то есть с подкожи. И, естественно, они выходят на поверхность, и кровь чуть-чуть сворачивает, и вот это получается, вот это сам густой получается. Кустая сметалопротная масса, а и остается алая кровь, да? Да. Замечательно. А вот на лицо даже ставят, это же некоторые в ужас придут, наверное. Нет, вы знаете, у меня просто тоже на лицо. Почему? У некоторых есть гаймориз хронический, и вот это ставят при гайморизе, то есть синусите, который объединяет эти все заболевания. Его ставят, их ставят при головных болях, даже при повышенном давлении, внутричерепном давлении. Внутричерепном даже, да? Конечно. Вроде капилляры, вы говорите, а влияет так глубоко на организм, да? Естественно. Как говорят, с чего начинается Родина? Потрясающе. Вы очень захватывающе рассказываете. Но это вот нужно комплект банок индивидуально под человека, вот такой вот пистолет, как вы говорите, да? Да, да, да. Вот такой пистолет, комплект банок. У каждого должна быть индивидуальная баночка, комплект банок. Это обязательно, который мы стерилизуем, мы все первое отдаем человеку. Но лучше, конечно, пользоваться одноразовым. Но не все же могут себе это позволить. Мы же не можем равняться только, мы должны равняться на всех. Кстати, Олег, я вам хотела, я хотела сказать людям, что в хиджаме есть такая... Может, это не понравится мастерам, но я считаю это очень большое, как говорится, благодарствие. Потому что мы должны делать бесплатно людям онкологически больным, бесплатно инвалидам бесплатно, и людям нуждающимся, которым мы понимаем, что они на самом деле нуждаются, потому что, знаете, мы должны понимать, кто нуждается, кто не нуждается. Как говорят, и у нуждающихся должна спотеть ладонь, чтобы ему дать на ладонь. Так вот, обязательно инвалидам и онкологическим больным и детям мы обязаны, я считаю, чисто по-человечески и для себя делать бесплатно эту процедуру. То есть такая благотворительность. Обязательно, потому что мы работаем с кровью, это все-таки пришло от наших предков. И, знаете, мой дедушка прошел две войны, и на протяжении этих двух войн он делал хиджаму. И чем он делал? Медной кружкой. Он резал ножом, там стерилизации, конечно, никакой не было, но если роль доходила до гангрены, лучше было сделать хиджаму. И он, у него был шприц, представляете, две войны шприц прошел даже. И он вытягивал, ставил и вытягивал, пробил в медной кружке вот такое отверстие специально подточенное под шприц. И вытягивал с помощью шприца, создавал вакуум и вытягивал эту кровь. И когда я помню, вот уже я чуть-чуть осознавала, кто я, и я помню, ему писали письма, благодарности, и наши соседи постоянно бегали. Кто как-то, ну тогда что-то принесут, возьмите гречку или что-нибудь. Ну, зато, знаете, великий дар своим потомкам. Так это, поставил великий дар своим потомкам. Да, я согласен, уникальная технология, интересно даже, меня очень заинтересовало, я думаю, как и наших зрителей, да. И мы обязательно построим образовательную программу с вами, Динара, да, научим. Я думаю, это будет тренинг, ну, несколько дней там надо, да, два-три дня примерно. Да, мы все делаем, как нам нужно будет, все с вами уточним. Стерилизованно там, да, стерильно, чисто, так что не беспокойтесь, уйдете оздоровленные, омоложенные, да, восстановленные после этого тренинга. То есть двойная польза, во-первых, и научитесь, во-вторых, и клиентура к вам пойдет, и в-третьих, вы сами на себе это проверите, сами омолодитесь, да. Плошные плюсы. Да, кстати, я прям с удовольствием отдамся в руки хорошему практиканту, потому что я тоже хочу, чтобы мне хиджамы сделать на стене. Супер-супер, давайте договоримся, я вам сделаю, а вы мне сделаете. Хорошо, обязательно, вам я в первую очередь сделаю. Да, будем дружить странами, Греция и Россия. Я протягиваю руку вам. Обожаю Россию, обожаю. Ну, давайте заканчивать это видео, оно и так уже слишком информационно, да, а вы, если нас смотрите, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, и там внизу под видео будет все описание, когда, где, что будет происходить. Поэтому не теряйтесь, дорогие друзья, ищите, и скоро в новостях будет уже скоро, вот-вот, совсем уже скоро будет тренинг посвящен этому уникальному способу лечения людей, да. Динара Каримовна, до свидания, не прощаемся в следующем году. До свидания, до свидания, до свидания всем, счастливого лета, до свидания. Спасибо, до свидания.